В Лос-Анджелесе стартовал Международный автосалон 2013. С 19 по 21 ноября новинки представляли для прессы. С пятницы двери открыты для всех посетителей. В этом году на мероприятие прибыло более 50 новых моделей, включая 22 мировые премьеры. Одной из таких премьер стала новое купе Jaguar F-Type. Это версия спорткара с жёсткой крышей. Двигатель в этой модели, скорее всего, останется таким же, как у её собрата Родстера. Британская компания оборудовала купе другими настройками подвесок и рулевого управления, после чего автомобиль практически стал не вариацией Родстера, а другой, более спортивной моделью. «Это значительно изменило Ягуар. На самом деле, таков был план. Мы этого хотели. Это переносит нас туда, где мы должны быть. Это не создание новой концепции компании. Это возвращение к истокам. Ягуар всегда был известен как производитель спортивных авто». Одной из, пожалуй, самых долгожданных премьер стал автомобиль Porsche Macan. Благодаря ему немецкий производитель планирует увеличить свои продажи до 200 тысяч авто в год. Авто построено на платформе Audi Q5, но внешнего сходства с ней не имеет. Эта бюджетная модель будет выпускаться в трёх версиях, самая мощная из которых будет оборудована двигателем в 400 лошадиных сил. А вот компания Ford представила концепт своего кроссовера нового поколения Ford Edge. Как предполагается, в серийном облике он появится в 2015 году. «Это концепт-кар, который определённо намекает, в каком направлении мы будем развивать наше новое поколение. У него есть много намёков в плане дизайна на текущую модель Edge». Американский производитель General Motors представляет среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado. Эта модель станет самой компактной среди своих предыдущих собратьев. Компания надеется, что она будет очень востребованной на американском рынке. «Это для нас белое пятно. Существует определённый риск, и мне это нравится. Думаю, отдача будет отличной, поскольку в ближайшее время нас никто копировать не планирует». Автосалон будет работать до 1 декабря.